Белорусский пропагандист Озаренок пожаловался на YouTube. Григорий, нам постоянно гадят, каналы удаляются или дико пессимизируются. У меня уже пятый канал в YouTube. Появляются ли у вас инструменты для ответных мер? А может они уже есть, будут у нас альтернативы? Будет ли у нас интернет-сила? Звучит как неудачная интерпретация фразы Балабанова. Ведь все знают. Я вот думаю, что сила в правде. А так как Озаренок постоянно врет, силы у него на три дня, как говорится. Это уже длинный, долгий разговор. Здесь мы, к сожалению, критически зависим от нашего главного союзника, Российской Федерации. У Беларуси ни мощностей, ни средств на то, чтобы поднимать суверенный интернет, к сожалению, на данный момент нет. Ну и если бы были силы, они, конечно же, устроили бы вторую Северную Корею. Со своим интернетом и вечным вождем Лукашевску. А всех несогласных в лагеря и колхозы работать замеску риса или картошки, чтобы обеспечивать дешевизну продуктов. Это пятый канал. И вот сейчас у нас ничтожно мало зрителей, потому что, ну, это пессимизированный пятый канал. Фактически нольцевый и, к сожалению... Отличное оправдание тому, почему никто не хочет слушать дичайшую пропаганду. Да, мол, пятый канал подписчики никак найти не могут. А чего ж они через Рутуб вас не смотрят? Рутуб такой кривой-косой до сих пор. Уже прошло там два года сначала спецопераций. То, может быть, мы как раз и сделали что-то общее. Или допилили тот же Рутуб до нужной кондиции. Что бы вы там допилили? Вот, попилить деньги? Да, это возможно. Но когда в стране полное неуважение к IT-специалистам, их называют буржуйчиками, о каких технологиях может идти речь? Здесь, ну, опять, не хватает, мне кажется, политической воли. Просто взять и сказать, и принять решение. Все, он должен работать, работать хорошо. Это оружие. Наконец-то, чтобы у нас появилась своя цифровая платформа. Они так и не поняли, почему у кого-то Ютуб, Фейсбук и Твиттер, а у кого-то Рутуб и ВКонтакте. Потому что на Западе не создают соцсети с целью пропаганды. Их создают предприниматели, без указки вождя сверху. И поэтому они заинтересованы, чтобы их платформа была круче всех. Это называется свобода мыслей и действий. Хотя, объяснять пропагандисту значение слова «свобода» – дело неблагодарное. Подписывайтесь, у нас про новости.